Привет всем! С вами ваша Силва Батовла, Серебряная Бабочка. Сегодня у меня будет обзор ароматов с нотой гиацинта. И первый аромат, который я хочу показать, он у меня есть в открытом виде, но мне очень далеко лезть за всеми этими коробками. Но у меня есть нераскрытый аромат в наборе. Я покажу набор просто так. Может быть я его потом подарю кому-нибудь из своих сестер или маме. Вот. Это Кабатин Декре. Такой классный наборчик. Я уже использовала один такой, и это второй. И самое главное, что интересно знать, почему они продают так дешево, такой шедевр. Непонятно. Ну а теперь про ноты. Мне первым делом здесь чудится гиацинт с медовой ноткой. Особенно он хорош в шлейфе. Это неподражаемое удовольствие нюхать его именно в это время года весной. Там не только гиацинт в этом аромате. Но что интересно, что парфюмер Жан-Клод Адельвей создал его в 1990 году. Там есть и персик мой любимый, и гвоздика присущая тому времени. И палитра, ну просто огромная. Огромная. Не перестаешь удивляться, как можно было создать такой аромат, который шлейфит и до сих пор не насаждает. И в то же время о нем могут спросить, а что же это за аромат. Я его почему-то вспоминаю только весной. Ни зимой, ни осенью, ни летом мне почти никогда не приходится его носить, кроме как вот в это время года. Далее. Это аромат. Анаис Анаис. Это очень хороший аромат. Опять же, с нотой гиацинта. Здесь она такая, как бы, немножко медово-анималистическая нота гиацинта. Которая тебя переносит сразу в то время. Над этим ароматом работало несколько парфюмеров. И я удивляюсь, почему во многих репортажах забывают сказать о вот этом произведении искусства. Ведь это оно и есть. Создано в 1976 году. Роджер Пелегрино, Робер Гонон, Пол Лежер и Раймон Шалаян. Четыре человека. Здесь есть и Ланг, и Ланг, и Мускус, и Дубовый Мох, и Ветевер, и Ладан, и Белый Кедр. Ну и, конечно же, Ландыш и Роза. И все это играет с друг другом. Вот. У меня, конечно, уже новая версия. Не, 1976 года. Но хоть так, хоть какой-то отголосок в моем доме должен быть. Я очень люблю этот аромат. Ну, как-то экономлю, что ли. Потому что я знаю, что это шедевр. И тут у меня всего тридцаточка. То есть, как бы, для коллекции хорошо. Сейчас вот чувствую, что я кайфую. Хочу выключить камеру и кайфовать сама с собой, да. Но не могу. Продолжаю репортаж. Далее. Это Флёр де Дива от Унгаро. Эммануэль Унгаро. Шикарный модный дизайнер. Тогда было очень модно модным дизайнером создавать свою линию парфюмов. Вот этот аромат я просто обожаю. Я так хочу набрызгаться. Вот смотрите. Этому аромату у меня очень много лет. Он не то, что не испортился, он стал лучше. И настолько он актуален. Вот казалось бы, что тут какая-то водичка в хрустале, да. А ведь это фактически инвестиция. Потому что такое больше не купишь. Эмоцию больше не купишь. И воспоминания приходят только при помощи или же музыки, или же запаха. И вот, пожалуйста. Я обожаю этот аромат именно весной. Прочитаю вам немного нот. Он тоже создан в 90-х. В 97-м, правда. Верхние ноты розмарин, лилия, вестерия, диацинт, марокканская роза. Средние ноты белая фрезия, жасмин, ландыш. База, сандал и мускус. Здесь не сказано, кто создал этот аромат. Но я подозреваю, что, скорее всего, один из художников, так сказать, парфюмерных, кто создал настоящую диву, оригинал. Которую я тоже очень люблю, но у меня ее сейчас нет. И жалею. Как обычно. С одной стороны, все не скупишь. С другой стороны, жалеешь о утраченных возможностях. Потому что она, вот она была, мне предлагали. Очень дешево. Я тогда как-то фикала-фукала. А теперь уже поезд ушел. Мало того, что ее нет в продаже и не найдешь, так еще и не пойдешь и не купишь. Пешком. Или на машине. Ну, хорошо, что она у меня есть, чтобы вам показать. Далее. У меня идет вот такой аромат. Live in Love. От Оскара Делла Ранта. Здесь, куда бы мне брызнуть? Сюда. Здесь такой ручей. Около ручья растут много гиацинтов. И все такое ландышево-гиацинтовое. Еще не пришла пора ягод. Не пришла пора такого пышного цветения летнего. Но в то же время уже тепло. Не так холодно, как, допустим, для подснежников. То есть это вот переходная стадия от подснежников к гиацинтам и далее. И, кстати, гиацинт не очень-то любит жару. Вы заметили, даже в магазинах их продают ближе, там, где холодильники или когда холодно. Очень приятный запах. Когда-то я его прям не чувствовала. А сейчас мне он очень подходит по душе. Кто-то говорит до сих пор, что им не нравятся неяркие запахи. Им нужно такое, что вау, такое в нос. А у меня стадии. У меня стадии от супер шлейфовых, тяжелых до легких облачных, так сказать, ароматов. Облачковых. Так вот, его создал Жан-Марк Шалаян, Карлос Бенэйм и Ан Готлип в 2011. Верхние ноты гиацинт, гальбаном, бергамот, ландыш, орхидея. Средние ноты жасмин, африканский апельсиновый цвет, роза. И база, сандал, кедр, вирджиния, амбра и мускус. Древесные ноты. Ну вот, нет там этих древесных нот, так уж сильно я не могу распознать. А все, что я распознала, это такой более разбеленный, водный аромат с гиацинтовой нотой. И обязательно хочу рассказать о вот таком шикарном раритете Фиджи от Гиларош. Надо было подготовиться. Вот. У моей мамы были Фиджи, и мы их подворовывали с моей сестрой, а моя младшая сестра еще даже не родилась. И тебя приходит, вот действительно заносит в такое детство, вот в такие эмоции, которые не передать. Я просто сейчас в наше время, да, начала радоваться таким пустякам из прошлого, то есть как бы даже во вспоминаниях, что мы девчонками могли бегать по каким-то полянам, проходили кучи километров сами по себе, никто за нас не следил. И кто знает, может быть скоро нас заставят носить противогазы на улице. Но вот цените, что есть у вас сейчас, и что было хотя бы. Вот вы представляете, сколько мы теряем. Когда-то можно было смотреть вот кино, и они идут на дискотеку, на танцы. Я немножко отвлеклась, но я хочу все-таки рассказать эпизод. Посмотрела, потому что, блин, сидишь тут в заточении кино под названием «Дамы приглашают кавалеров» с Мариной Ниеловой. Это вообще. Во-первых, моя сестра сказала, посмотри, а то мне скучно, чтобы мы с тобой вместе посмотрели, а потом обсудили. Но мы-то обсудили, я хочу теперь с вами обсудить. Начинаю сравнивать, все, что там было в том кино, уже почти что нету. Вот эти вот обычные отношения между мужчиной и женщиной. И там было столько юмора, там столько было таких вот подводных камней. Там Карачинцев играл роль такого ловеласа, который используют женщин за деньги. Так сказать, он берет просто, с ним идет в ресторан, потом не расплачиваясь, уходит, говорит официанту, что жена расплатится. И вот в такую ситуацию попала Марина Ниелова в той роли. Или там еще один такой был момент. Она, когда осталась без денег, бедолага звонит по телефону, тогда еще главпочта делал международные, вернее, международные звонки. И она просит у тетушки денег, чтобы ей выслали хотя бы 50 долларов, о господи, 50 долларов, 50 рублей. А тогда зарплату было 100. Чтобы ей хоть как-то успеть прожить в отпуске, который она взяла специально за свой счет, чтобы найти мужчину, чтобы как-то встретиться с ним. Потому что в своей деревне она не может никого найти. Нет, все-таки вы люди, вы посмотрите этот фильм обязательно. Это такое вот какое-то, так сказать, не люблю это слово, милота, но это действительно так. Там нет ни сцен насилия, там нет матерных слов. Там есть прекрасная музыка и как они танцуют. Особенно посмотрите, как они танцуют на вот этих вот танцплощадках. Все это было как бы в моем детстве. Помните танцплощадки как ребенок. Когда мы ходили около клуба, у нас была такая танцплощадка. И дети танцевали потом рядом с родителями. То есть молодежь как бы танцует, а потом родители как бы с маленькими детьми тоже приходят и тоже там подтанцовывают как бы за клеткой. А клетка огорожена, туда заходишь там за какую-то копеечку и танцуешь при свете фонарей. Вот что я вспомнила. Расскажите про свои воспоминания. Ладно, вернемся к Фиджи. Представляете, я не собиралась об этом говорить, но вот Фиджи почему-то навеяло мне вот именно вот это воспоминание. Какой же это кайф. Я не знаю, какого года это у меня бутылочка, но запах меня полностью трансформировал в то время. Ни грамма не испортился. Сидел себе в своей темноте, дожидался часа. Так. Значит, Гиларош, Фиджи. Создан Жозефин Катапана в 1966 году. Верхние ноты ирис, гайбана, гиацинт опять же, бергамот, лимон, ноты сердца, фиалка, корень ирис, жасмин, гвоздика и розовый. И база, сандал, амбра, дубовый мох, мускус и ветивер. Ну вот, представляете, какая богатая палитра и какая хорошая жизнь. Это надо всё ценить, ценить и вспоминать, и приумножать это хотя бы в своём мозгу. Надеюсь, что всё вернётся, всё опять вернётся. На этом я заканчиваю свой репортаж. Такой немножко эмоциональный получился. Но всё вот потому, что я вздумала сделать это видео про ноты гиацинта, прочитав статью в Афракрантике. Потом подумала, что у меня очень много из этого есть. И, кстати, есть даже больше, но об этом как-нибудь в другом видео. А пока скажу вам, что же моё самое любимое. Ну, конечно же, Фиджи. Это первое. Это второе. Это третье. И на четвёртом и пятом месте всё остальное. Желаю всем всего самого хорошего. С вами была Силва Баттефлай. Серебряная бабочка. Пока.